ТЕКНО КАМОН 30, ЛЁВЕ, ЛЁВЕ, КАМОН 30, ЛЁВЕ, СПЕ, Дизайн Эдишн, ЛЁВЕ, Дизайн Эдишн, ЛЁВЕ, Дизайн Эдишн, ТЕКНО КАМОН 30, ЛЁВЕ, Дизайн Эдишн, давай попроще, надо говорить проще. Привет всем, друзья, вы на канале QX, с вами Андрей, и сегодня мы с вами говорим о прекрасном, о красивом. Надо сказать, что в сегментах мобильных устройств не так много устройств, компаний, которые стремятся как-то выделиться, сделать что-то необычное. И в части материалов, и в части расцветок. В основном это все какие-то прямоугольники, банальные, отличающиеся друг от друга только цветом задней крышки и размером вот этой вот блямбы и камеры. И для нас стало откровением, что компания ТЕКНО взяла самый простой смартфон линейки КАМОН 30 и сотрудничая с компанией ЛЁВЕ, немецкой, создала вот такую вот штуку. Стоит это все демократичных денег, что удивительно, потому что обычно спецверсии устройств у разных компаний стоят дороже. То есть ты как бы думаешь такой, а за что здесь плачешь там, нарисовали сзади какое-то не пойми что. За что здесь переплачивать несколько тысяч рублей, несколько процентов. А здесь не так. Сразу уже красиво, сразу уже интересно. Опять же напоминаю, что КАМОН 30 у нас обзор есть на канале. Это устройство я сразу занес к категории одних самых интересных устройств за свою цену. А здесь еще вот с таким дизайном. О том, кто такие Лёвы, потому что для кого-то тоже будет чем-то новым. Но вообще это один из старейших немецких производителей электроники, который существует в различных ипостасях с 1923 года. Именно тогда эта компания была основана в Германии. На счету этой компании, причем чуть ли не первая интегральная схема в принципе в мире. Первый стереофонический телевизор и первый телевизор переносной еще сделали, который в 1963 году, ребят. Это сколько получается? 51 год назад первый переносной телевизор именно вот эта компания выпустила. А еще, вот это важно на самом деле в контексте сегодняшнего обзора, первый экологичный телевизор в 1995 году, модель КС-1, который, вы правильно поняли, можно полностью переработать. И да, трендом экология была уже тогда. Сейчас, правда, это понятно, еще больше популярностью пользуется, но этот факт надо запомнить. Сейчас компания также после ряда реорганизаций, банкротств находится в Германии. Опять занимается разработкой электроники, причем в 2021 году открыли даже завод, производство полного цикла. Но в основном это премиальная электроника, относится это к телевизорам и аудиосистемам. Допустим, для понимания, у них есть телевизоры дизайнерские с использованием натурального камня в панелях, на которые эти телевизоры, собственно, установлены. Рекламирует их, допустим, футболисты известны Мбаппе. Мбаппе, да. Но сегодня все-таки речь про Левы не электронику, а их дизайнерские изыскания, в которых они помогли компании Tecno. От компании Лева нам здесь и достался дизайн задней крышки и материал, из которого он сделан. Как вы видите, здесь у нас надпись на этом выступе, здесь у нас надпись Tecno Common. И вот эта задняя крышка, как видите, она необычно выглядит интересно. Задняя крышка здесь выполнена из нового материала для мира смартфонов, из кофейной эко-кожи, которая была создана по уникальной технологии переработки кофейной гущи. И вот этот вот зеленый градиент показывает цикл созревания зеленого листа кофейного. Ну и при производстве вот такой вот кофейной эко-кожи не используются органические растворители, и не требуется дополнительное потребление воды, а используется только солнечная энергия. Прям комбо какой-то получается, так что Грета Тунберг явно была бы очень довольна. Но опять же, по завалению производителей, вот эта вот кофейная эко-кожа еще и более устойчива к воздействию ультрафиолета, перепадан температур и к влажности. Действительно симпатичный внешний вид, необычный. И как сам по себе это и смартфон отыгрывает, и вот эта задняя крышка, само собой в комплекте есть чехольчик прозрачный, чтобы эту красоту не прятать, так еще и более долговечный, чем какая-то обычная эко-кожа. Комплект здесь хорош, да, то есть в отличие от современной моды, по которой сейчас следуют некоторые американские и корейские компании, здесь у нас в комплекте, как уже сказал, имеется пленочка на экран, она по умолчанию не наклеена. Также у нас здесь имеется прозрачный пластиковый чехольчик. Также у нас здесь в коробочке найдется зарядка на целых 70 Вт и, соответственно, USB Type-C провод. Что касается остальных элементов дизайна, и вообще технической составляющей, конечно, телефон полностью совпадает с Common 30, здесь отличий более никаких нет. Ну и, допустим, та же самая, опять же, отыгрыш похожести на камеру, он здесь также присутствует, обратите внимание, вот держим телефон вот так. Ну, здесь у нас получается объективчик, здесь как бы сквоз, здесь у нас в верхнем углу находится индикатор на задней крышке, который может, допустим, включиться при съемке видео, или, допустим, может при уведомлениях подмигивать. Ну и, в общем, в целом, как по мне, это выглядит все весьма и весьма интересно. Качество изготовления тоже отличное, то есть ничего не скрипит, не люфтит. Расположение кнопок и элементов управления достаточно стандартное. Справа у нас здесь кнопки управления громкостью и кнопки включения. Сверху инфракрасный порт для управления различной техникой, прорезь для второго динамика и надпись Dolby Atmos, стерео в телефоне есть. Здесь же дополнительный микрофон шумоподавления. Слева слот для двух сим-карт, карты памяти. Снизу Type-C, разъем для наушников, основной микрофон и основной динамик. Отпечаток в дисплее находится. Радлокировка достаточно быстрая, но где-то 8 из 10 радлокировок проходят практически моментально. Но у меня чаще радлокировка проходила по лицу. В селфи-камеру все это находится, все работает тоже корректно. Тонкие рамки по бокам дисплея, аккуратный вырез под селфи-камеру. То есть, несмотря на достаточно крупные размеры дисплея, смартфон я не назову лопатой. В руке лежит удобно, хорошо даже одной рукой, в принципе, смогу им пользоваться. Опять же, за счет задней крышки и матовой поверхности боковой крани он не скользкий. С точки зрения эргономики, опять же, все хорошо. Что касается дисплея, то здесь тоже телефон хвалим. 6,8 дюйма, большая матрица, разрешение Full HD+, 120 Гц частота развертки, отзывчивый, частота дискретизации отклика на касание 240 Гц. И яркость заявлена около 1000 нит, пиковая максимальная. То есть, яркий дисплей с хорошей картинкой. Опять же, проблем с усталостью глаз от AMOLED здесь не будет, поскольку высокая частота мерцания, поэтому вы не видите, как он мерцает, и глаза от этого не устают. Яркость достаточная, отзывчивость дисплея тоже высокая. Есть Always Land дисплей, когда на заволокированном дисплее отображается информация, там часики, какие-то уведомления. Правда, работает только 10 секунд, к сожалению. Но в целом дисплей явно хорош, вопросов по нему никаких нет. Что касается производительности, то здесь используется хорошо знакомый нам процессор Meditech Helio G99 версии Ultimate. Это немного разогнанная версия обычного Helio G99. Кто-то, конечно, здесь сразу скажет, опять же G99, а я скажу, да, опять. Оперативной памяти 8 или 12 ГБ, LPDDR4X, то есть оперативная память тоже достаточно быстрая. Можно ее еще удвоить за счет встроенной памяти. Здесь даже на коробке про это пишут. 16 ГБ оперативной памяти, то есть 8 плюс 8. 8 подтягиваются из встроенной памяти, которая 256 ГБ. Встроенная память тоже шустрая, ее много. Так что в целом по производительности к телефону, опять же, в этом ценовом сегменте никаких вопросов нет. Все работает быстро. Процессор это действительно хороший универсальный выбор. Спокойно запускается здесь и на высоких настройках тот же самый PUBG, те же самые танки. Работают там 30-40 FPS. Тот же самый даже Honkai запустился. Понятно, что здесь только там, допустим, низкие настройки. В средних уже бывает некомфортно в тяжелых сценах запускать. Но в целом решение хорошо подходит, получается, и для повседневной жизни. Телефон работает быстро, не тормозит. И в том числе подходит и для игрушек. Под нагрузкой смартфон сильно не нагревается и остается довольно-таки прохладным. Проблем с троптингом у процессора просто нет. Что касается автономности, то у нас здесь 5000 мА батареечка. В такой тонкий корпус запихнули, это здорово. В комплекте зарядка на 70 Вт и с автономностью телефона все неплохо. Энергоэффективный процессор. AMOLED матрица тоже батарейку не поджирает, даже в 120 Гц. Так что в итоге смартфон выдает как минимум 8 часов дисплея, даже по такой активной нагрузкой. А в среднем можно рассчитывать чуть ли не на 9. Это сильно выше среднего в целом для смартфона. Так что можно уверенно рассчитывать, что до конца дня телефона хватит, да еще и на следующий день останется. Если говорить про скорость зарядки, то от комплектного зарядника на 70 Вт смартфон заряжается до 50% уже за 20 минут. И на 100% на максимум режиме за 45 минут. При этом есть дополнительные режимы зарядки. По умолчанию установлена умная, которая как раз таки может заряжать ваш телефон быстрее, а потом постепенно снижать мощность зарядки и тем самым допустим не перегревать аккумулятор. И при этом есть еще и низкотемпературная зарядка, которая конечно будет дольше заряжать ваш телефон, но говорят, что лучше влияет на аккумулятор и дольше сохраняет его емкость. При этом опять же производитель Tecno заявляет про то, что даже после 1600 циклов зарядки, а это практически 5 лет использования, емкость заряда батареи составит более 80%. Ну и камера. Одним из главных фокусов даже младшего Common 30, а мы держим его спецверсию конкретно, являлась именно камера. Я говорю причем как про основную камеру, так и про селфи, потому что здесь у нас и спереди, и сзади камера на 50 мегапикселей, причем основная уже с оптической стабилизацией и разными умными алгоритмами. Заигрывание с нейросетями здесь также присутствует. В настройках допустим есть режим Portrait AIGC. И сейчас происходит обработка, и он нам нарисовал какие-то портреты с человеком, похожим на меня. Сомнительно, но окей, как говорится. Что касается вообще селфи на 50 мегапикселей, она меня откровенно радует. У нее есть даже стабилизация для видео, она работает только для режима Full HD, конечно же здесь надо понимать. Но в целом селфи здесь очень приятное. Она умеет фокусироваться по зрачкам глаза, за счет этого снимки получаются более четкими, более светлыми. И в целом селфи камера здесь действительно очень-очень классная. В том числе продавитель говорит, что с помощью вот этих нейросетевых плюшек, можно даже на селфи камеру, можно убрать различные засветы, можно поменять фон. И опять же здесь понятно, что и сама селфи камера по себе неплохая, а вот эти дополнительные плюшечки дополняют просто вариативности. То же самое в принципе касается и основной камеры. Некоторые настроечки можно перенести и туда, но здесь про основную камеру можно сказать только одно. Жалко, что модуля здесь всего лишь два. Основная камера 50 мегапикселей, а вторая это портретная камера на 2 мегапикселя. Далее у нас здесь идет заглушечка и заглушечка. Вспышка двухсекционная, яркая, но и основная камера, конечно, здесь тоже получила эти плюшки, которые я сейчас говорил и про селфи камеру, там портреты AGC, замена фонов, это тоже здесь присутствует. Помогает 50 мегапиксельному модулю с оптической стабилизацией. Вторая камера 2 мегапиксельная для портретных снимков. И в целом, как я и говорил в обзоре Common 30 обычного, так и для спецверсии. Здесь модуль остался ровно тот же самый. Это одна из лучших фото и видео, в том числе камер, в своем бюджете, которые вы сейчас можете приобрести. Снимки светлые, детализированные, цветопередача натуральная, шумов не так много, причем даже в авторежиме смартфон делает очень приличные снимки, даже при условии низкого освещения. Вечер, ночь, сумерки снимки получаются очень даже неплохими. В том числе на видео смартфон тоже смело похвалю. Пишет видео как в Full HD 30 FPS со стабилизацией, так еще есть режим 2K 30 FPS уже без стабилизации и 1080 60 FPS. Картинка тоже симпатичная, объемная, красивая, так что по части видео смартфон тоже заслуживает внимания. Единственное, что, конечно, хочется поругать телефон за то, что здесь у нас только 2-мегапиксельный датчик глубины, и хотелось бы получить еще что-нибудь интересное, но здесь у нас это все присутствует только у старших смартфонов линейки, у Proška и Premiere. Здесь же, ну, хотя бы основная и селфи-камера классная, так что уже за них точно лайк. Что касается звука, то смартфон звучит бодренько, присутствует аудиоподготовка, о чем говорит надпись Dolby Atmos. У нас стерео есть, звучит так реально неплохо, вибрирует даже в том числе задняя крышка. Стерео приятненькое, так что за это тоже пулюсик смартфону ставим. Есть и разъем для наушников, можете подключить проводные, если очень хотите. А вот Vibra здесь обычная, достаточно мощная, но каких-то эпитетов я здесь не выделю. Что касается связи, то джентльменский набор, две сим-карты, GPS, GLONASS, NFC, оплата телефоном Wi-Fi 2.4 и 5 Гц. Вот Wi-Fi 6-го поколения и 5G, в принципе, есть только в Common 30 5G. Но, в принципе, я не могу сказать, что в России как-то это особо критично. Самое главное, что в Common 30 Design Edition также проблем со связью не замечено. И по поводу прошивки. Радуемся за то, что у нас здесь уже 14-й Android стоит. Оболочка HiOS 14-й версии, также от компании Tecno. Обещают три года обновлений для тех, кого это волнует. Пожалуйста, то есть технически телефон должен получить еще Android 17-й версии. Ну и прошивка продолжает развиваться. Я уже отмечал, за последние пару лет прошивки от Tecno, они как-то становятся все интереснее и интереснее. Есть интересные фишечки. Допустим, поиск в галерее по тексту. Помогают, говорят про эту нейросеть. Есть более умный динамик-порт. Это вот когда подключаешь на зарядку телефон, у нас вокруг селфи-камеры появляется такой островочек, да, динамический, который отображает уровень заряда. Допустим, он еще умеет отображать при звонке, сколько у вас прошло времени от этого звонка. Опять же, работает он и в диктофоне. То есть какие-то сценарии для этого динамик-порта тоже постоянно придумывают. И, в принципе, прошивка продолжает развиваться, что радует. Также присутствует свой магазинчик приложений. Есть дополнительные настройки для того же самого индикатора на задней крышке, дополнительные настройки для социальных сетей, для WhatsApp, допустим, улучшение тона кожи, опять же, замена фона в WhatsApp. В принципе, у меня вопросов к прошивке особо и нет. Итак, по выводу. Tecno Common 30 Leve Design Edition. Красиво. Ну и, в принципе, как и обычный Common 30, без вот этих всех приставочек. Быстро, шустро, симпатично, автономно и с неплохими камерами, как селфи, так и основной. Лайк однозначно смартфону и компании Tecno за эксперименты. Пожалуйста, продолжайте. Если это не увеличивает цену смартфона, если это нам дает, как покупателям, больше выбора по расцветкам и вариациям, я только за. Так что посмотрите, сколько смартфон стоит. Допустим, в магазине QQ по ссылке под видео посмотрите, какая приятная цена за этот смартфон, действительно. Ну и, в общем-то, все. Да, если остались вопросы, ждем вас в комментариях под этим видео в нашем Telegram-канале. А пока с вас лайк, подписка, колокольчик. С вами был Андрей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok